МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ноябрьска-24". Продолжает свою работу. Прямо сейчас о главных темах среды. Резонанс в соцсетях. Правда ли, что из-за ремонта железнодорожных путей в мае нельзя будет уехать из Ноябрьска на поезде? Маленькой Соне требуется помощь. Деньги нужны на серьезную операцию. И земельные участки для ведения бизнеса. В каком районе города департамент имущественных отношений предлагает землю в аренду? На Ямале госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Речь идет о жительнице Нового Рингоя, которая на днях прилетела из Китая. У нее наблюдаются типичные признаки ОРВИ, но до постановки точного диагноза она будет на карантине в особом боксе. А в самой больнице провели тщательную дезинфекцию. Добавлю, по данным Роспотребнадзора, с начала года на Ямал из Китая прибыли 27 человек. На данный момент только один из них находится под наблюдением. Маленькой жительнице Ноябрьска, трехлетней Софии Лялиной, требуется помощь. Девочка нуждается в операции по удалению трахеостомы. Прибор не позволяет ребенку жить полноценной жизнью. Изменить все может одна операция. Вопрос в деньгах. История маленькой девочки с непростой судьбой в нашем выпуске. Голос трехлетней Сонечки в этой квартире не слышали никогда. Разговаривать не дает трахеостома. Этот прибор появился на шее малышки, когда ей исполнился месяц. Была проведена операция в первый же день после рождения. Долго не могли снять с интубации. Вроде как поцарапали, я понимаю, как гортань. После этого ребенок долго задыхался. Пришлось наложить трахеостому. Операция понадобилась из-за порока в развитии. Соня долгожданный ребенок в семье. Беременность проходила без осложнений. И только во время родов Татьяна узнала. Теперь она мама особенного ребенка. Соня родилась с синдромом Дауна. Но даже с этим диагнозом ребенок старается радоваться жизни. Активная, да, она развитию поддается, так сказать. Но трахеостома все тормозит. И дело в том, что у нее еще ограничен период. Нам сказали, до 5-7 лет она может развиваться, потому что остановится. Трахеостома одновременно помогает Соне дышать и мешает жить полноценной жизнью. Прибор необходимо постоянно чистить с помощью специального оборудования. Процедура болезненна для ребенка и не дает ее маме и папе даже спокойно спать. Она еще может задохнуться в любой момент. То есть я вот ночью с 4 года уже не сплю с этим аппаратом. Вот я слушаю, как она дышит. То есть мы с папой по очереди ходим в садик с ней тоже, потому что никто не может с ней остаться. Она может задохнуться в любой момент. То есть трубка забивается мокротой, может какая-то песчинка попасть. Она может сама туда что угодно запихнуть. Там крошка какая-то попадет, все, она синеет, задыхается. А еще Соня никогда не гуляла зимой на улице, не купалась в озере и не играла в песочницы. С трахеостомой это тоже запрещено. Изменить все может одна операция. Операция позволит полностью убрать эту трубку и жить как нормальные дети. То есть ларингопластика, ауто-ларингопластика, переставлять должны межреберные хрящи в гортань. Вернуть Соне полноценное детство и голос готовы в клинике Санкт-Петербурга. По квоте проблема в сроках. Провести ее могут не раньше 7 лет. За три с лишним года до этого срока, говорит мама девочки, она могла бы уже учиться говорить. Терять драгоценное время просто жалко. А потому семья обратилась за помощью к израильским врачам. Нам выставили счета в долларах, 80 тысяч долларов стоит эта операция. То есть на переводы это миллионы, там 5-600 вроде бы. И куратор разъяснила расценки проживания, перелета, это еще около 20 тысяч долларов. Потому что займет это все лечение с реабилитацией до полугода может быть. А еще на руках у родителей Сони полугодовалый сын, дочь в университете и ипотека. Сумма в миллионы для супругов просто неподъемна. Остается уповать на помощь совсем незнакомых людей. Стать добрым волшебником может абсолютно каждый. Для этого нужно зайти на сайт благотворительного фонда Алеша, найти страничку Сони Лялиной и выбрать удобный способ перевода. Это может быть онлайн-перевод, перевод по реквизитам или с помощью смс на короткий номер 9112. И тогда, возможно, в будущем маленькая Сонечка сама расскажет о себе ноябрьском. Яна Джус, Алексей Дмитриенко, Ноябрьска, 24. В РЖД опровергли информацию об отмене железнодорожного сообщения с Ямалом. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что из-за ремонта пути от Нового Рингоя до Тюмени в мае по этому участку дороги не будут ходить поезда. Однако федеральные пассажирские компании журналистов Ноябрьска, 24, заверили, отменять поезда никто не собирается. Кап-ремонт на Свердловской железной дороге действительно запланирован, но на пассажирах это стильно не отразится. Единственное неудобство – на некоторые поезда уменьшится так называемая глубина продаж. То есть билеты будут продавать не за 90 дней до отправления, как обычно, а за 45 или даже за 30 дней. С 4 по 31 мая временно уменьшена глубина продаж билетов на ряд поездов в сообщении с Новым Уренгоем и Нижневартовском. В частности, это касается поездов номер 109 Новый Уренгой Москва, 377 Новый Уренгой Казань, 331 Новый Уренгой Уфа и 309 Пермь Новый Уренгой. Управляющие компании в Ноябрьске готовятся к прокурорским проверкам. В надзорном ведомстве ужесточили контроль за работой коммунальщиков при очистке крыш от снега. Проверка уже начата после инцидента на оболоне, где снежная глыба рухнула с крыши вместе с ограждением. Некоторые УК решили не дожидаться нештатных ситуаций и уже приступили к очистке. Однако, судя по всему, инвентаря хватает не на всех сотрудников. Один из жителей города успел снять на видео активную работу по очистке крыши на улице изыскателей. На кадрах любительского ролика видно, что кровлю очищают сразу двое мужчин. Однако лопата у них всего одна. И пока один ловко ей орудует, второй снег сгребает ногами. Как говорится, на что только не пойдешь ради благого дела. Ноябрьск станет комфортнее. В этом году в городе благоустроят четыре места отдыха. Это сквер геологов, сквер мать и дитя, а также две большие внутридворовые территории. Также будут продолжены работы и в Ноябрьск парке. Кроме того, как сообщает прислужба администрации города, этим летом приведут в порядок 179 дворов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Уже сейчас горожане могут определить территории, которые благоустроят в 2021 году. На портале «Живем на севере» идет голосование. В перечне – восемь территорий. Активнее всего голосуют за обустройство скверов. Опрос завершится через 14 дней. Несколько десятков тысяч рублей потеряли жители Ноябрьска после разговора с мошенниками. Жертвами телефонных злоумышленников стали еще трое горожан, сообщили журналистам в городском отделе МВД. Всего же с начала года в Ноябрьске завели 69 уголовных дел о мошенничестве. Причем, по словам полицейских, все обманутые ранее слышали о методах работы телефонных злоумышленников. Люди говорят, что им были известны данные способы мошенничества, но каким-то образом мошенники убеждают их отправить им свои денежные средства. Хотелось бы предупредить жителей города о том, что сотрудники банков никогда не звонят сами и не говорят, что с ваших счетов списывают денежные средства. И ни в коем случае нельзя им называть номера своих банковских карт, а также PVP-код, который указан на обороте карты, и нельзя называть свои персональные данные. Земельные участки для ведения бизнеса. Департамент имущественных отношений проводит торги по аренде земли. Предпринимателям предлагают две территории, расположенные на промзоне. Использовать землю можно под размещение складов. Чтобы поучаствовать в торгах, нужно подать заявление до 6 марта. Один площадью ориентировочный около 11 тысяч квадратных метров, другой около 15. Оба участка с назначением под склады, вид разрешенного использования. Арендная плата ежегодная у одного ориентировочная миллион 300, у другого миллион 900. До 6 марта принимаем заявки. А аукцион назначен на 12 марта. Разобраться в изменениях Конституции. Жителям Ноябрьска помогут волонтеры. Они расскажут горожанам, как будет проходить референдум по принятию поправок в главный документ страны, а также разъяснять всю суть изменений. Точная дата голосования еще неизвестна, но планируется, что оно пройдет в апреле. А набор в ряды волонтеров уже идет. Попробовать себя в новой роли может любой совершеннолетний житель Ноябрьска. Заявки принимаются на сайте волонтеры.конституции.рф Учителя и воспитатели Ноябрьска готовятся к участию в традиционном конкурсе педагогического мастерства «Педагог года», который пройдет в Ноябрьске с 10 по 13 марта. 11 конкурсантов свой профессионализм будут демонстрировать в трех номинациях. Это воспитатель, учитель и педагогический дебют. Жеребьевку провели во второй школе во вторник. И теперь, согласно порядковому номеру и номинации, педагоги пройдут такие испытания, как визитная карточка, урок, мастер-класс, педагогическое занятие с детьми, внеурочное мероприятие. Открытие конкурса назначено на 10 марта в городском дворце культуры и кино Руси. Конец зимнего сезона «Лучшее время» для покупки шуба. Новейшие технологии помогут выбрать именно то изделие, о котором можно только мечтать. Меховщики из Пятигорска привезли в Ноябрьск свою самую последнюю коллекцию. Мои коллеги увидели новинки в числе первых. Моделька идет в трафарет, то есть горячим лазером выжигается рисунок. Делается вот такой рисунок. В капюшон идет соболь полностью. Выворачивается можно и как воротник, подклад дорогой. В производстве новейших моделей меховщики используют новейшие технологии. Рисунок на цельном куске шкуры выжигается лазером. И покупательница может быть уверена, встретить вторую такую шубу практически невозможно. Еще одна новейшая тенденция – мех-перевертыш. Это мех, получается, как он шьется в длину, он переворачивается. Вот видите, отлив идет вверх. Это идет перевертыш. То есть мех в другую сторону смотрится по технологии. Красоту придает и отлив меха. Более 1200 шуб производства Пятигорской фабрики привезли в Ноябрьск меховщики. Кроме элитной норки, на ярмарке представлены изделия из бобра, каракуля и мутона. Последний, к слову, с помощью новых технологий обработки может выглядеть не хуже дорогих мехов. И при этом быть очень привлекательным в цене. Рукав тут отстегивается под перчатки. То есть сейчас после сезона в основном машину короткие в основном пользуются. Цвет голубой идет с норочкой, отделкой, полностью кожа, полностью пуговицы. Очень удобные модельки. На каждое изделие продавцы дают гарантию, а производитель – лицензию. Качество шуб подтверждается чипом, и его легко проверить прямо на месте. Кроме того, ярмарка шуб принимает старые изделия из меха. При этом, покупая новую шубу, можно получить хорошую скидку. В связи с окончанием сезона у нас очень хорошие скидки, подарки, рассрочка, кредит. Приносите старую, получаете скидку на новую. То есть норковые оцениваются до 50 тысяч, мутоновые, все остальные до 20 тысяч. Ярмарка шуб будет работать в торговом центре Украина до 1 марта включительно. Покупатели ждут с 10 утра до 8 часов вечера. И в завершение любопытной информации, особенно актуальная в период масленичной недели. Оказывается, ямальские блины в числе самых дорогих в России. Эксперты почитали, сколько денег жители разных регионов тратят на килограмм домашних блинов. В расчет включили пол-литра молока, несколько яиц, пару столовых ложек сахара и масла, а также полкило муки. Выяснилось, что дороже всего обед из блинов обойдется жителям Чукотки – 123 рубля. На втором месте оказался Сахалин – почти сотня. И замыкает тройку лидеров Ямал. Жителям нашего округа на килограмм блинов нужно чуть больше 90 рублей. А вот самые дешевые масленичные угощения оказались в Алтайском крае. Здесь килограмм блинов можно испечь всего за 45 рублей. Далее мои коллеги расскажут о погоде и спорте. Не переключайтесь. Продолжение следует...